Сейчас в Доме профсоюзов вовсю продолжается ремонт. Восстанавливают первые два этажа центрального корпуса. Именно эта часть здания была больше всего повреждена во время пожара 2 мая. После пожара в здании сразу начали подсчитывать примерную стоимость его восстановления. Три года назад полную реставрацию Дома профсоюзов оценили в 10 миллионов гривен. Но инфляция повлияла на цену. Краты по предварительным расчетам утроятся. Нам на первый этаж центральной части необходимо купить противопожарных баллонов порядка на 15 тысяч гривен. То есть каждый этаж это 15 тысяч гривен. Я не пойму, чего они такие дорогие. И тем более мы всегда говорим, что монополисты у нас есть. Были бы другие структуры, можно было бы искать, где дешевле, где лучше. Сейчас почти закончены работы в левом и правом корпусах. Остались только первый этаж и фойе в центральной части. Все это по расчетам обойдется в полмиллиона гривен. Здесь надо не просто ремонтировать, а реставрировать. Восстанавливать обгоревший гранит, возвращать люстры и воссоздавать гипсовую лепнину. Это фойе центральной части здания Дома профсоюзов. Именно отсюда по основной версии начался пожар. Загорелась деревянная дверь. Сейчас ее уже поменяли на бронированную. Крышу строители не тронут. А вот системы водообеспечения и водоотведения, пожарную сигнализацию и электропроводку поменяют. Главным приоритетом ремонтных работ стала безопасность. На каждый кабинет мы устанавливали бронированные двери и сейфовые замки. Для того, чтобы уже не повторилась та ситуация, когда к нам приходили, ногой выбивали дверь. Ну и, честно говоря, мародерствовали. Уже после трагедии уже просто взламывали кабинеты, выносили офисную технику и так далее. Деньги на ремонт собирают с членских взносов. Хотя, по словам председателя областной федерации профсоюзов Вячеслава Буратынского, затраты стоило бы возместить государству. Ведь помимо нанесенного материального ущерба, здание включено в список памятников и объектов культурного наследия. Параллельно с восстановлением здания после пожара, в Доме профсоюзов идет и косметический ремонт с реставрацией. Меняют окна, двери, паркет. По прогнозам, через 3-4 года здание будет готово. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер.